Здравствуйте! В эфире программа «Территория Тольятти». Каждую неделю мы рассказываем вам о самом важном и волнующем в городе. В Тольятти стартовал всероссийский этап Олимпиады «Айти Планета». Все финалисты прошли жесткий отбор. За победу воролись более 5000 студентов. Правда, главный стимул все-таки не победа и даже не участие. Лучшие получат предложение, от которого вряд ли смогут отказаться – работу в крупнейших компьютерных компаниях мира. Снискать славу Стива Джобса, может, и не мечтают, но вот выиграть Олимпиаду обязательно. Они способны разработать собственное приложение для мобильного телефона, программное обеспечение для банка или решить задачу по программированию за пару минут. Здесь те, кто уже прошел первый уровень отбора. В заочном этапе участвовали студенты около 600 учебных заведений со всех регионов России – от Калининграда до Сахалина. За компьютерами они провели три дня. «Айти Планета» – не только способ протестировать знания, но и возможность их передать. На этих Олимпиадах, как правило, то, чего не знаешь, в таких экстремальных ситуациях быстро учишься новому. То есть даже в профессиональном плане очень быстро учишься и узнаешь новое. Мастер-классы и обучающие семинары от ведущих мировых компьютерных компаний. Самые талантливые студенты получат там работу или стажировку. Здесь уверены, эти молодые люди скоро смогут составить конкуренцию кому угодно и на международном уровне. Российские айтишники являются одним из самых сильных в мире. Да, мы конкурируем с Индией, с Американским, но это признано, что российские программисты – один из самых сильных. Здесь наверняка присутствуют люди, о которых лет через 10 будет говорить весь мир. Правда, таланты эти нужно еще удержать. Привлекают молодежь в первую очередь крупными проектами с перспективой выхода на глобальный рынок. Новые границы для айти-бизнеса откроют и вступление в ВТО. Здесь уверяют, идеи международного уровня реализовывать можно и в регионах. Нам принципиально важно, чтобы было понятно, что айти для Самарской области и для правительства, и для промышленности, и вообще для бизнеса Самарской области – очень важное направление. Очень много студентов, у нас ребят после окончания вуза уезжают в Москву и Питер, говорят, что там интереснее, там жизнь кипит. На самом деле здесь очень много и мероприятий, и больших проектов. Не останутся на уровне Москвы и Петербурга и новые разработки дойдут до регионов. Я думаю, еще несколько лет и уровень знаний во всех регионах сравняется. Тем более большие крупные компании международные, они уже заинтересованы в том, чтобы переносить свои офисы в регионы для того, чтобы региональные специалисты работали. От Самарской области в Олимпиаде участвовали 9 студентов. Завоевать призовое место удалось лишь одному из них. Следующий этап – международный тур, он пройдет в Киеве, но даже те, кто не дойдут до финала, получат уникальные навыки в компьютерных технологиях и возможность удачного старта в жизни. Очередная прогулка по городу во главе с вице-мэром Тольятти в этот раз прошла в районе Автозаводского шоссе. Капризы погоды ей не помешали, правда, мокрый снег доставил очередные проблемы коммунальщикам. Впрочем, в этот день, как и всегда, нашли за что поругать и похвалить управляющие компании про ромашки, которые цветут в начале весны и мост, который зимой превращается в каток. В нашем сюжете. Непредсказуемая погода обеспечила городу новые проблемы. Ливневки после зимы еще не успели прочистить. С таким количеством воды не справляются. Тротуары теперь больше напоминают реки. И что у вас когда прочистить? Сейчас снег идет, прочистим. Чтобы шло нормально, надо же почистить. В городе разрабатывают специальную программу. Порядка 30 миллионов в бюджете заложили на восстановление ливневок. Сегодня, впрочем, учитывают форс-мажорную погоду. В целом же, по сравнению с прошлой неделей, замечаний к коммунальщикам стало на порядок меньше. Здесь все хорошо. Надо просто похвалить людей. И все. Пошли там, где плохо. Один из таких объектов – мост возле многопрофильной больницы Тольятти. От жителей уже поступили первые жалобы. Из-за талого снега к переходу между остановками просто не подойти. А что вы здесь не убирали сегодня? Убирали трактор. Трактором здесь как убирать? Здесь трактор не нужен. Здесь нужны лопаты и два человека. Поставьте сейчас прям людей сюда. Содержание самого моста тоже оставляет желать лучшего. Ежегодно с наступлением зимы он превращается в каток. Ступеньки не почищены и сегодня. Подрядчику уже направили замечания, но изменений не произошло. Оплата за этот день должна снижена быть. Стратегический объект, грубо говоря, люди здесь постоянно ходят. Один человек подскользнулся и упал. Здесь надо было в первую очередь, как проснулись, убрать снег и подходы сюда очистить. В результате сегодня конец дня, объект не чищенный, подходы не чищены. Вот результат. Сегодня же здесь обещали убрать, а деньги на ремонт и содержание моста предложили использовать из средств, которые поступают в Тольяттинский бюджет за счет рекламных баннеров на переходе. Совсем рядом образцово-показательный объект. Ромашки в этом месте теперь цветут круглый год, нарисованные на экспериментальном контейнере для мусора. Такую инициативу проявила компания-подрядчик. Сейчас узнаем ценовой порядок, на каких условиях можно такое сделать, такой опыт надо распространять. Вам же понравилось тоже, да? Вот. Как раз с точки зрения экологии и дизайна нормальная ситуация. Обещают, но рисованными ромашками не ограничиться. По поручению вице-мэра, управляющие компании уже присматривают места для цветников. И с наступлением тепла по всему городу разобьют клумбы. На этом у нас все. Территорию Тольятти смотрите в следующее воскресенье. И помните, если у вас есть проблема, она может стать темой нашей следующей программы. Пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова